Новодевичье кладбище в Москве, где похоронены самые великие люди России. Могила, где всегда собираются люди. Памятник знаменитого скульптора Шадра. Там написано. Надежда Сергеевна Аллилуева Сталина. Член ВКПБ. 1901-1932. Ход И.В. Сталина. Могила жены вождя Советской России. Надежда Аллилуева родилась под 1901 году в Баку. Отец рабочий из Воронежа, русский человек, в жилок его текла цыганская кровь. Оттого его дети были все смуглые, с загорящими черными глазами, очень красивые. Детей было четверо. Ольга Евгеньевна, мать Надежды Сергеевны, родилась в Тифлисе. Тифлис был самый любимый ее город. Они вообще очень любили Грузию. Ее мать была немка. Магдалина Айхгольц. И что-то немецкое унаследовала Надежда Аллилуева. В ее лице всегда была строгость. Мраморное лицо с дивной кожей, с идеальной фигурой. И всегда была какая-то хладноватость и сдержанность. Или точнее, серьезность. Дети получили хорошее образование. Они все кончали гимназию. А Надя еще училась в музыкальном училище. Великолепно играла на фортепиано сонаты Бетховена, шопеновские баллады, мазурки, вальсы. Сталин очень любил. Сидеть и слушать, когда она играет. Надя с удивлением смотрела на худенького грузина. Очень щуплого. Плохо одетого. У него были только очень сильные плечи. Без всякого вдохновения у него было лицо. Но лицо источало силу. И он сразу обратил на нее внимание. Аллилуевы была революционная семья. Сергей Яковлевич Аллилуев был член МСДРП с 1898 года. Брат Павел и брат Федор верили в свои идеи. Первое поколение эволюционеров. Надя Аллилуева вступила в партию, когда ей было 17 лет. Летом 17-го года, когда уже Ленин появился в Петербурге, Ленин скрывался в квартире Аллилуевых. И никто не предполагал всех тех трагедий, горести и бед, которые выпадут впоследствии на семью Аллилуевых. Романтическая история, о которой очень много говорили в семье, она волновала Надежду Аллилуеву. Когда ей было два года, когда она играла на набережной, она подскользнула с окамушки и упала в воду, в море. И Сталин, который уже в те годы, тогда он не был Сталин, он был Сосо или Иосиф Джугашвили, и очень дружил с семейством Аллилуевых, с ее родителями. Он спас девочку и вытащил ее из воды. Он приехал из Сибири в Петербург. Было известно, что его первая жена, Катос Ванидзе, родила ему сыну Яшу в 1907 году. И вскоре умерла в том же 1907 году. Ей было 18 лет. Они из Баку ехали в Тифлис. Она выпила сырой воды, заболела брюшным тифом и скончалась. И ребенок остался на попечении ее сестер Сашико и Моряко. И ее брата Алеши. Мать Ольга Евгеньевна поначалу не обращала внимания на интерес Нади к Сосо. Он сразу обратил на нее внимание. Ей было 16 лет, когда начался любовный роман. Родители были в ужасе от этого. Мать в последствии ей часто говорила, что ты дура, что ты не слушала меня. Я тебе говорил, что нельзя выходить за него замуж. Но Надя никого не слушала. Они поженились в 19-м году и вместе уехали в Царицын. Она была с ним вместе на Южном фронте. Овладела машинописью. А потом, уже вернувшись в Петербург, она стала работать в секретариате Ленина. Первые годы были очень счастливые годы. Очень. Владимир Ильич для них был свой человек. Анна Аллинуева, родная сестра Надежды Сергеевны, она тоже работала в секретариате Ленина. В 21-м году Надя Аллинуева родила мальчика, Василия. И она посоветовала Сталину, что нужно из Тифлиса забрать Яшу, чтобы он бы учил русский язык, получил образование. Яша жил в Тифлисе, и больше всего его любила бабушка, Кеке, мать Сталина, Екатерина Георгиевна. Она была прачка, по-русски не знала ни одного слова, готовила ему хачапуи. И когда Надежда Сергеевна писала о том, что Иосиф очень недоволен тем, что он не занимается как надо, летяйничает, и что из него может ничего не выйти, Кеке отвечала Надежде, что пусть Иосиф беспокоится о себе. Из него тоже ничего не вышло. Мог быть священником, а толку никакого нет. Она умерла в 36-м году. Сталин не был на похоронах матери, а Яков был. Яша приехал в Москву. Он тогда не знал совсем ни одного слова по-русски, но очень привязался к Надежде Сергеевне. Между ними была разница в 7 лет. Сталина это раздражало. Он ревновал. Он чувствовал, что Яшу тянет к Надежде Сергеевне. И Надежда Сергеевна очень нежно относилась к своему пасынку. В 19-м году семейство Сталиных получило Зубалова по Рублёвскому шоссе. Сегодня, к сожалению, Зубалова не сохранилась. 28 февраля 1926 года родилась Светлана. Это была любимая дочь Сталина. Он очень равнодушно относился к сыновьям. А Светлану он любил. Он её называл Сетанка. Отношения длились до начала её первого любовного романа, в год войны. Потом всё кончилось. Хотя всё равно до самого конца она была ему близким человеком. Надо сказать, что самые интересные воспоминания о Надежде Алинуевой и самые достоверные воспоминания написала её дочь Светлана Алинуева, сегодня живущая в Америке. Безусловно, талантливая женщина, владеющая литературным пером, она очень тонко в своей книжке, которая когда-то была очень знаменита и наделала много шума, 20 писем другу подробно описывает уклад и быт семьи Аллилуйя. В 20-х годах верхушка кремлёвская. Это были идеалисты, которые верили в то, что они совершили небывалую революцию. В Кремле жили в одном доме. Там была в одном подъезде квартира Ленина, в другом подъезде была квартира Бухадина. Бухадина был очень близкий человек Надежде Сергеевне. Она очень любила его, дружила с ним. И он постоянно играл с детьми. И постоянно бывал на даче Сталина. И летом его вторая жена, красавица Исфий Гурович, со своей дочерью Светланой, Надежда Сергеевна её называла почему-то Козя, они постоянно жили всё лето там. В этих домах в Кремле жил и Сталин, и Павел Сергеевич Иллилуев, второй брат Надежды Сергеевны с женой, очень интересной женщиной, Евгения Александровны, женщиной необычайно умной, которую Сталин благоволил. Пожалуй, она была единственная, кто нравилась ему, и по-женски нравилась. Надежда Сергеевна ревновала, но так не очень сильно, потому что он не давал ей основания сильно его ревновать. И, судя по всему, связывали очень близкие, как теперь бы сказали, сексуальные отношения. Они были нерасторжимы. Всяк ключей факт, когда Сталин заболел простым гриппом в Сочи, а в Сочи она уезжала дыхать только в сентябре, в октябре, и два, иногда три месяца жил в Сочи. Лечил ревматизм в Мацесте. И она узнала о том, что он болен. И она мгновенно бросила всё, бросила детей, и промчалась в Сочи, чтобы он не оставался один. 1 октября 29-го года. Здравствуйте, дорогой Иосиф. Поцелаю тебе шинель, так как после юга можешь сильно простудиться. Приедешь, обо всех делах расскажу. Целую тебя. Напиши, когда приедешь. А то я не буду знать, когда, и я хочу тебя встретить. Твоя Надя. Сталин, аллилуйевый. Татка, напиши что-нибудь, обязательно напиши. Очень скучно здесь, Татечка. Сижу один, как сыч. Целую. Твой. Иосиф. 28 августа 29-го года. Дорогой Иосиф, как твое здоровье? Поправился ли и лучше ли себя чувствуешь в Сочи? Слыхала, как будто Горький поехал в Сочи. Наверное, побывает у тебя. Жаль, что без меня его очень приятно слушать. По окончании моих дел напишу тебе о результатах. Твоя Надя. Это был период, когда Надежда Сергеевна поступила в промышленную академию. Была такая промакадемия. И она готовилась быть инженером в текстильной промышленности и заниматься волокном. В одном из письм она ему писала. Вчера встала половина девятого утра, а у меня экзамен, и я побежал на трамвайную остановку. Простояла и ждала трамвая очень долго. Трамвая не было. Потом я побежал на автобусную остановку. Автобуса тоже не было. Тогда я рискнула взять такси. На такси я уже валилась по дороге. И я бежала в дождь, прибежала, а оказалось, что экзамен даже не начинался. Потому что все опаздывают. Потому что с транспортом в городе очень плохо. И об этом надо думать. Мысль о том, чтобы взять сталинскую машину, которая стояла в гараже тогда, когда он был в Сочи, и на машине приехать в промоковид-академию, такая мысль никогда не появлялась у Надежды Сергеевны. Она не позволяла себе приехать, чтобы кто-то мог подумать, что она пользуется какими-то привилегиями. Очень любопытно ее письмо к Марии Свонидзе. Вы даже не представляете, как тяжело работать. Только для заработка. Нужно обязательно иметь специальность, которая дает возможность не быть ни у кого на побегушках, как это обыкновенно бывает в секретарской работе, а выполнять все, что касается специальности. Ей всегда было некогда. Дети были на повечении няньки. Это был период, когда он не был в доме тираном. Он был отец семейства. И хозяйкой была Надежда Сергеевна. Очень долго в промо-академии, по воспоминаниям Хрущева, который учился с ней в одной группе и был старостой, многие даже и не знали, что Надя Аллилуева – это жена вождя. Она была предельно скромным человеком. Скромным и очень деликатным. Очень интересное письмо, написанное где-то между 16 и 22 сентября 1929 года. Дорогой Йосиф, я знаю, что ты очень не любишь моих вмешательств, но мне все же кажется, что тебе нужно было бы вмешаться в заведомо несправедливое дело. Это связано с тем, что сотрудник газеты «Правда», молодой Ковалев, он сейчас исключается из партии. Он свой материал мне показал вид коллегии. Я лично советовал Ковалеву пойти обязательно к Молотову и отстаивать вопрос принципиальной стороны «Твоя Надя». Иосиф, по скриптам, пришли, если можешь, рублей пятьдесят, а то денег нет. Мне выйдут деньги только 15 сентября в промокадемии, и сейчас я сижу без копейки. Ответ Сталин. Получил письмо насчет Ковалева. Я мало знаком с делом, но думаю, что ты права. Посылаю 120 рублей с отъезжающим сегодня товарищем, не дожидаясь очередного фельдегегеля. Целую. Твой Йосиф. 25 сентября 29-го года. Сталин после получения письма от Надежды Аллилуйевой немедленно посылает телеграмму Молотову о рженикидце в ультимативной форме. Для того, чтобы они закрыли дело Ковалева. Мнение Надежды Сергеевны для него значило очень много. Он никому никогда не доверял. Надежда Сергеевна была человеком религиозным. Она ходила в церковь, и в Кремле это знали. И она очень отрицательно отнеслась к разрушению храма Христа Спасителя. Она уходила от него дважды. Второй раз он уже не просил ее вернуться. Она вернулась сама. Он знал, что она вернется. А она корила себя за то, что у нее не хватает сил и воли расстаться с ним. Она никогда не могла забыть, как приехали грузины из Теплиса и привезли фрукты, виноград, вино. И он выгнал всех. Потому что он не переносил никаких подарков. Он вообще не любил Грузию. Он считал себя русским, обрусевшим грузином. И она знала об этом. В 1927 году, когда прошла демонстрация троцкистов, и Троцкий был исключен из партии, покончил с собой дипломат Иоффе, самый близкий человек Троцкий. А Надежда Сергеевна была в очень хороших отношениях с этой семьей. Когда ей было 20 лет, она работала в журнале «Революция и культура». И вместе с ней работала Наталья Ивановна Седова, жена Троцкого. И Иоффе очень часто печатался в этом журнале и бывал в нем. И за гробом Иоффе шла Надежда Аллилуйева. Сталин был в бешенстве, но ничего сделать с ней не могло. Она была слишком честным человеком. Она чувствовала, что в стране происходит что-то страшное. Она пыталась в это вмешаться. Он не позволял. У них начались очень острые политические конфликты. Она помнила, как однажды, гуляя с Бухадиным по Зувалову, она разговаривала с ним на политические темы. И он вдруг возник из-за кустов, подошел к ним близко и сказал «Убью!» Она побелела. Бухарин остановился. Он даже не нашелся, что ему ответить. Она знала, что у него бывают такие приступы, злобы. Но этот ее напугал. Это был период, когда он проводил политику коллективизации. Зажиточные крестьяне, то есть те, кто работали, высылались в Сибирь, в тюремных вагонах, когда всегда не был голод, блокадочная система. И она, которая ездила то в Ленинград, то к сестре в Харьков она видела это своими глазами. Она видела голодных детей, она видела нищету, и она приходила в ужас от того, что происходит. А главное, что она, занимаясь в промокадемии и общаясь со своими коллегами, товарищами, друзьями, она слышала все то, что происходит на местах. Сталин, конечно, утверждал, что ее информация ложна, и что это контрреволюционная пропаганда. Но Надю ждал еще один удар. когда она узнала, что восемь однокурсниц арестованы ГБУ. Она сразу же позвонила Геннеху Ягоди и потребовала немедленно освободить этих девушек. В ответ ей пришлось выслушать, что, к сожалению, все арестованные девушки уже скончались в тюрьме от инфекционного заболевания. Она была в отчаянии. Она не знала, что делать. Она была человек поразительной чистоты. Поразительной. Мадонна Джорджонни так вспоминал Анастасий Иванович Микоян ее внешний облик. Не улыбающийся. Когда Вася вел тебя, ну, как любой ребенок, баловник в Кремле, не хотел есть, потому что, естественно, у них была еда и у них в Зубалово были и птицы, и куры, и много ежевики, и клубники. Она однажды устроила за столом скандал и сказала, как тебе не стыдно, ты не ешь, когда в стране голод, когда голодают дети. И Сталин встал и ушел из-за стола. Они были несовместимы, потому что у них были совершенно разные политические взгляды, а для Сталина политические взгляды в тот период были на первом месте. Молотов пишет о ней довольно холодно. Он читает, у нее были расшатаны нервы. Нервы у нее были, конечно, расшатаны. Поэтому она уехала в Карлзбат в 30-м году лечиться. Но она от Сталина получала письма очень часто. Письма достаточно нежные в рамках его понятий о нежности. Целую кепка-кепка, много-много. Это в переводе означает целую крепко-крепко, много-много. Эта фраза она как бы пролетает с далеких-далеких лет. Когда Наденька была маленькой девочкой, когда-то не выговаривала все слова. Еще одно письмо. Татка, ну все-таки подробно напиши, как доехала до места. Что нового? Татка, я очень скучаю. Твой Иосиф. Здравствуй, Иосиф. Как твое здоровье? На меня напали молотом, с упреками, как-то я могла оставить тебя одного и тому подобное. Я объяснила свой отъезд занятиями, но, конечно, это не так. За лето я не чувствовала, что я тебе нужна. Ответ Сталин, что касается твоего предположения насчет нежелательности твоего пребывания доповеднее, твои попреки так же несповедливы, как несповедливы попреки молотого в отношении тебя. Целую тебя кепко и много и очень скучаю. Твой, твой Иосиф. Он однажды сказал ей, жить с тобой невозможно, но и без тебя жить мне невозможно. Характер тирана, любящего тирана, но человека, которого нельзя переломить. Если жена Молотова Полина Жемчужина и жена Ворошилова Диктин Давыдовна, все они подлаживались под настроение мужей, то Надежда Сергеевна всегда сохраняла свои позиции и никогда не боялась о них говорить. Она просто никогда не боялась Сталина. Никогда. Надежда Сергеевна всегда бывала на демонстрации и всегда шла вместе с колонной промо-академией. Когда она в пальто веселое, очень красивое, элегантное, шла в первом ряду с промо-академией, она, обратившись к Крущеву, тихо сказала, а мой-то опять ненадек шарш и опять простудится. она все время заботилась о нем, потому что любила и любила его всегда. Ей в голову даже не приходило оказаться на трибуне, она вообще очень редко бывала вместе с мужем, где бы то ни было. она была самостоятельной единицей и была самостоятельным человеком. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Игорь Негода После демонстрации 7 ноября они пошли на квартиру Климента Ефремовича в Раширу отмечать праздник. 15 лет Октябрьской революции. Надея Шугена не могла пить. Она не любила вина. И вообще от вина ей становилось очень нехорошо. И когда она выпивала какую-то рюмочку, то у нее окружилась голова, у нее начинались головные боли. А вообще последние 3 года что-то случилось с ней. В тот вечер Сталин сказал ей, «Эй, ты, ну выпей!» И она ответила ему, «Я тебе не эй!» И тогда он скатал из хлеба шарик и бросил в нее. Она встала, что-то резко ответила ему и вышла. Жена Молотова, которая считалась ее подругой, она вышла за ней. И они долго еще гуляли по Кремлю. Было холодно, она плакала, говорила о том, что надо разойтись, что неудачная жизнь. Полина Семеновна ее пыталась успокоить. Ей показалось, что она ее успокоила. Они расстались, и она ушла к себе. Рано утром экономка зашла в спальню и увидела ее на полу. В крови. Она дотронулась до рекисти. Она была холодной. И подарил пистолет Вальтер. Маленький, дамский игрушечный пистолет. Когда она застрелилась в ночь на 8 ноября 32-го года, то этот пистолет лежал рядом с ней. Никто из тех, кто с ней общался, никогда не мог себе представить, что она пустит тебе пулю в сердце. Никогда. А Сталин спал в своей комнате. Когда он вышел, он увидел, что около комнаты Надежды Сергеевны много людей. Ворошилов, Молотов, Полина Жемчужинова, вся обслуга, он спросил, что случилось. И Янукидзе ему ответил, Наде нет больше. Он растолкал всех и вошел. Когда тело Аллилуевой выставили на путь в Маджолее в ГУМе, там был специальный зал, и очень много людей стояли в очередь для того, чтобы поклониться этой необыкновенной женщине, о которой мало что знали, Сталин вошел, оттолкнул гроб, он чуть не слетел с постамента и сказал по-грузински, я не знал, что ты мой враг. Повернулся и вышел. В дверях столкнулся с Янукидзе и сказал Янукидзе, ты ее крестил, вот ты ее и храни. Молотов категорически отрицает все эти свидетельства. Молотов говорит, что в глазах Сталина были слезы, и он сказал Я ее не уберег. Когда умерла Надежда Сергеевна, в газете Правда был опубликован некролог. Нигде не было написано о том, что она покончила с собой. Сталин не мог опомниться от гибели жены. Он был в отчаянии. Пройдет два года. Он который почти никогда не писал своей матери. А тут он написал ей письмо, что кончина Надежда сделала меня и мою личную жизнь пустой, но мужественный человек должен остаться мужественный. Он любил выражение афоризма в Штавеле «Моя жизнь звериная жизнь». Вся семья Аллилуйевых практически будет уничтожена. Он возненавидел мир. Он никогда не был на кладбище. ему построили другую дачу ближнюю в Кунцево где он жил. А в московской квартире в Кремле висело много ее портретов. И он боялся приходить туда, потому что Надя смотрела на него отобсюду, со всех стен. И спустя много лет вдова Павла Сергеевича Аллилуева, брата Надежды Сергеевны, рассказывала своей дочери Кире Павловне, что Надя оставила письмо, очень страшное письмо, в котором были одни политические обвинения. И которое начиналось словами «Я думала, что я живу с человеком, а оказалось, что я живу с двуликим Янусом». Больше Кире Павловне ничего не помнила. Но это письмо никто не видел, никто не читал. И никто ему больше не был нужен, и никому он больше не верил. не не во р во р Субтитры создавал DimaTorzok